Вы смотрите канал Дедовский Метод. Всем отличного здоровья и хорошего настроения. На днях снял ролик вот об таком приспособлении для дрели и чтобы делать круглые заготовки и работаю над этой темой. Как сами заготовки еще делать, этот ролик будет отдельно, круглый как будет делаться. А сейчас просто готовлю приспособление, то есть я хочу сделать такое приспособление, чтобы можно было делать там допустим на 9 заготовку, на 16 и на 21 и чтобы она получалась как бы более четкая и идеальная. Но для этого я должен сделать еще вот таких приспособлений, то есть на 16 и на 21. Да, можно было бы просто сделать отдельно взять вот трубку профильную квадратную, это 20 минус 4 получается 16. Потом 25 труба минус 4 21 и все. У меня вот на каждую эту трубку вот варить болт, вот так, как я здесь сделал, на этой. Но видите, как оно все болтается и болт не варивается. Я пришел к такому решению, что должен сделать три в одном, как кофе. Только это кофе пить не нужно, а нужно пить качественное, хорошее кофе, которое в зернах и тогда будет отличный продукт. Но с такими заготовками, с такими приспособлениями это реально. Три в одной. Значит вкусовых качеств здесь не будет. Значит смотрите, как это сделать. Вот я взял трубу и вот так одна в одну входит, видите. Потом это 25, 20 и 15. И в 15 получается 11 заготовку нужно делать. И вот так я их собрал. Вот они сейчас вот так болтаются. То есть, если что, нужно так сварить, чтобы не нарушить этот и дисбаланса не было. Я просто брал вот такие 0,5 оцинковку, заклепывал, вот так расклинивал, потому что миллиметр зазора всего. И вот нужно так сделать, чтобы это было идеально. Ну я это приспособился, выставил. Это я просто вам показываю. Вот сейчас уже это не болтается, видите. Теперь я возьму и эту также. Ну нужно смотреть просто, как бы вам объяснить, что когда вы вставляете заготовки, вот эти, про эти жесть эту, то нужно смотреть потом, куда с той стороны вставлять. То есть, ну центровка, чтобы была. И вот так я его расклинил и потом обварил. Обрезал. Болтик, как всегда, заточил на 11 миллиметров квадрат. И у меня в итоге получилась вот такая заготовка. Вон там видно будет, да видите, три получается. То есть, раз, два, три квадрата. Три разных заготовки. И это в одной. То есть, не снимая с дрели, то я вам просто показал принцип, как я делал. А теперь, сейчас вот, есть у меня заготовки. Заготовки у меня есть. Так, а где же они? А, вот, да. Есть заготовки. Значит, 16, 21. И вот это лопнуло. Это плохо. И вот это на 11 миллиметров. Значит, берем первую, вставляем вот так. Видите, все, она уже стоит. Если нужно на 16, то берем на 16. Вот так вот. Все это уже работает. На 21 берем на 21. Вот, пожалуйста. И одним приспособлением мы делаем три заготовки. Ну, нужно просто вот так вот посмотреть, какая подойдет лучше. То есть, вставить в дрель. вот так вот. Ну, это бой, ничего страшного. Когда я буду вставлять ее, допустим, в приспособу, которая будет делать ее круглой, то есть, все будет отлично. Вот она сама так по себе тоже вот так работает. Есть бой. Ну, его можно убрать, чуть-чуть выронивая. Это кропотливое дело, но оно устраняется. Так что вот такое приспособление такое. И это мой следующий шаг к изготовлению круглых заготовок, как можно приближенных к идеалу. То есть, шканты сделать это не проблема. Шканты я пробовал делать. Все получается очень идеально. Ну, вот, вот так видите. Это через плашку прогонял. Для шкантов это идеально. А мне нужно получить очень гладкую и хорошую заготовку. Которую можно потом применять или царги делать стульчики, или какое-то такое с круглых реечек что-то делать, и чтобы оно было классно. Но будем работать. И ролик будет обязательно. Как можно сделать круглые заготовки, приближенные к идеалу. С вами был канал Дедовский метод. Комментируйте. Смотрите. И замечание делайте, если это будет к месту. Спасибо всем за внимание и до новых встреч.